Всем здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Итак, мы продолжаем наш цикл о пересадке орхидей. Сегодня мы наконец-то будем пересаживать героя наших многочисленных видео о плохом субстрате, о мхе в горшочках и тому подобное. Итак, поскольку я пересаживаю вот эти растения в один день, я обязательно после каждого растения мою свой поднос и дезинфицирую его при помощи спирта. Также дезинфицирую абсолютно все инструменты, которые я каким-либо образом использовала с другими орхидеями. Таким образом, вы себя предостерегаете от того, чтобы перенести какой-то, например, грибок или тот же вирус, которым очень склонны орхидейки, на другое свое растение. Так что лучше себя обезопасить, потому что вирусы, как мы знаем, не лечатся. Итак, приступим к нашей посадочке. Так, изначально я хочу открепить вот это вот растение. Очень-очень постараемся вот эти вот все маленькие деточки, которые на нем появились, не задеть. В этой орхидейке уже, кстати, есть маленький новый рост. Так что сейчас очень благоприятное такое время для его пересадки. Новый рост пустит новые корешки, даже если в этом влагоемком субстрате из кокосовой крошки и торфа не останется живых корней. Но я, конечно, очень надеюсь, что хоть что-то там есть. Так, очень осторожно. Немножко прижимаем нашу орхидейку. И, о боже, вот так вот выглядит кокосовый субстрат. На самом деле вот видны зелененькие корешки. Давайте я освобожу свою орхидейку от этого всего и покажу вам, с чем мы будем работать. Итак, я промыла под проточной водой корни свои орхидейки. Ну, как по мне, некоторые из них все-таки живы, но большинство вот такие вот, видите, с них слазит виламен. То есть, если мы потянем, остается вот одна вот ниточка такая вот. То есть, такие корни, они уже порчены, гнилые. Вот здесь вот так же, видите. Вот. И сейчас я продезинфицированными ножничками буду все это удалять и покажу вам, какие корни у нас остались. Итак, на данном этапе я хочу остановиться на брестации корней. Как по мне, вот часть этих корней вполне здоровые. Есть, конечно, вот некоторые, да, которые вот пропускаешь. Но на самом деле я лучше оставлю немножко больше корней. Оставлю те, в которых я сомневаюсь. Потому что я не хочу лишить эту орхидейку совсем-совсем без корешков. И так, сейчас, как я обычно делаю, мы обработаем нашу орхидейку раствором перекиси. Трехпроцентная перекись водорода, вот такая вот обычная аптечная, я ее наливаю в спрей, в бутылочку и обрабатываю свою орхидейку. Очень хорошо обрабатываю корневую и также верхнюю часть растения. Перекись помогает нам, во-первых, избавиться от разных бактерий патогенных, во-вторых, от грибков. И, в-третьих, она убивает яйца улиток и их самих улиток. Так как в этих горшках я уже обнаруживала улитки, то есть, наверное, там какая-то эпидемия в эпицентре. Потому что каждая орхидейка, которую я там купила, она заражена вот этими вот вредителями. Вот, как видим, проходит вот здесь вот уже реакция. То есть, перекись шипит. После того, как эта физическая реакция пройдет с этой орхидеей, перекись превратится в воду и станет совсем безвредной для нашего растения. Но, в то же время, убьет все то негативное, которое нам не нужно в новом горшочке. Итак, мы немножко ждем и будем приступать к посадке. Кстати, вот буквально только что заметила очень такую хорошую новость. Как видите, вот здесь вот красивый, зелененький, растущий, молоденький корешочек. Так что мы будем делать все, чтобы его сохранить. И если уж у нас пошел рост корней, весна на улице, тогда у нас точно есть надежда на то, что наша оценочка дендрик все хорошо перенесет. Ну что ж, физическая реакция прошла, наша перекись превратилась в воду, орхидеечка немножко как бы просохла, проветрилась несколько минут. И мы можем приступить к посадке. Как и в прошлый раз, я использую покупной субстрат, немножко добавив в него пенопласт и коко-чипсы. Итак, изначально я выбираю кусочки коры побольше и ложу их на дно горшочка. Это нам послушает более таким, как бы, дренажом. Вместо того, чтобы ложить там либо пенопласт, либо, например, керамзит, как некоторые делают, я предпочитаю просто вот выбрать кусочки коры побольше и положить на дно. Ну вот, примерно так. Кстати, в этом субстрате что-то мне не очень нравится. Вот пишут, что он пропаренный, на нём вот такого вот плана какие-то грибки есть. И также я встречала несколько смоленистых кусочков. Запах у него, конечно, тоже нехти, очень пахнет сосновой смолой. Конечно, запах приятный, но я понимаю, что это кора совершенно не вываренная. Ну, посмотрим. Это первый раз я заказываю покупной субстрат. Обычно я использую свою, как бы, домашнюю заготовленную кору. Ну, посмотрим. Ну что же, будем устанавливать нашу орхидейку. Я, честно говоря, не уверена, в какую сторону она у нас будет расти. У нас есть новый рост здесь. Но я там видела некоторые почки. Поэтому посадим-ка мы её посрединке, потому как здесь у неё будет довольно много места расти в разных направлениях. Кору я буду выбирать немножко помельче, поскольку эти растения не очень любят быть сосушенными. Хотя, кстати, дендрофаленопсис переводится как растущий на деревьях. И то, что растить его в кокосовой крошке нельзя, это 100%. Ну что ж, я сейчас всё сделаю. И, как обычно, мы посмотрим уже на конечный результат. Итак, орхидейку мы посадили, но поскольку она у нас довольно нестабильная, я её буду закреплять. Закреплять теми же палочками-держателями, которыми она была закреплена. Но я их предварительно очень хорошо помыла и обработала спиртом. Итак, я установила в горшочек палочки, но ещё стараясь не повреждать корни. Закреплять орхидейки я люблю вот такими вот зипами. Я не знаю, как они называются у вас. Это как бы хомутик, но пластиковый. То есть, мы берём вот так вот, оборачиваем. Что мне в нём нравится, что мы можем как бы сами регулировать, насколько плотно нам нужно затягивать вот этот вот зип. И вот таким вот образом, да, смотрим. Мне как бы нужно хорошо затянуть, чтобы орхидейка не болталась. И вот таким вот образом, то есть, мы сами регулируем длину. Потом берём просто вот этот вот зип, обрезаем. И всё. Также мы сделаем и с второй нашей цвета бульбочка, я тоже прикреплю. Ну вот, теперь наша орхидейка довольно стабильная. Она не болтается в горшочке. То есть, новые корешки, которые будут у неё появляться, они будут нормально расти. То есть, ничто их не будет задевать. Вот. Возможно, ещё немножко по краю горшка положу мох потом. Потому что сейчас он у меня размораживается. Достала только с морозилки. Ну и на этом пересадка нашего Дендробиа Нобеля закончена. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Если вас интересуют больше видео о пересадке и другие интересные вещи об орхидеях, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну и до новых встреч. Хорошего вечера вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok